ВИЧ позитивным медобслуживание не предоставляется. В одной из запорожских поликлиник произошел вопиющий случай. Пациентки с этим диагнозом, пришедшие на рентген легких, в приеме отказали. Более того, по словам женщины, врач в присутствии посторонних объявила ее ВИЧ статусом. Медики подобное обвинение отвергают, а в облздраве в ситуации обещают разобраться и наказать виновных. Светлана приехала в Запорожье из области. Говорит, решила пройти медобследование. Кашель замучил. Как ВИЧ позитивная, сначала пошла в центр СПИДа. Там женщине выдали направление в третью поликлинику на рентген легких. Однако, заверяет Светлана, врач не только отказалась ее принимать, но и превселюдно объявила о ее болезни. Я встала на несколько раз на весь коридор, мне кричала, что именно о моем статусе. Меня это очень возмутило. Я сказала, что я вас прошу сделать мне рентген, я вас прошу относиться ко мне нормально. Визит к заведующей поликлинике, по словам Светланы, фактически ничего не поменял. Разве что сделали флюорографию и предложили поехать в десятую поликлинику. Дескать, в третьей обслуживаются только те ВИЧ позитивные, которые находятся на стационаре. Возмущенная женщина обратилась в профильную общественную организацию. В ее архиве подобных случаев масса. По словам представителя объединения Дениса Куршунова, далеко не каждый ВИЧ-инфицированный вообще решается идти в обычную больницу. Почему, во-первых, идти бояться? Потому что они знают, что если, не дай бог, они озвучат свой статус, им просто отказываются оказывать медицинскую помощь. Есть такие случаи, это, я знаю, сам был такой случай, человек истекал кровью в поликлинике, а врачи просто боялись к нему подойти. Впрочем, в самой поликлинике коллеги врача уверяют, ситуация была несколько иной. Скандал, дескать, затеяла сама Светлана. Можно было мирным путем зайти, потихонечку сказать, вот как мне, как мне быть тогда? Как же, ну тоже так же нельзя. Она работает бедная на два кабинета, там и тут. Нет, сейчас просто нет людей. Мало того, что с этим статусом тяжело жить психологически, такие случаи просто, наоборот, еще больше усугубляют состояние внутреннее, психологическое. В областном департаменте здравоохранения о конфликте уже знают. Руководитель облздрава Виталий Козека говорит, что это первый подобный случай в его практике. Никогда такого не было. За 15 лет существование центра СПИД, областного центра СПИД, это первый случай в нашем регионе. И здесь неумышленное было, скажем так, разрушение. Просто медицинский работник позволил себе обсуждать диагноз пациентки в коридоре. Однако, заверяют в облздраве, ситуация будет изучена, а виновные медработники обязательно понесут наказание.